Вот представьте себе, что на этой шкале мы накладываем прежде всего свои интересы. Выигрываю прежде всего я. Я сокращенно, напишу коротко, я и все. На этой шкале выигрывает прежде всего он. Поэтому такая ситуация, которая характерна для остросостязательного конфликта, означает, что он выиграл выигрыш, проигрыш. Обратная ситуация. Проигрыш, выигрыш. Вот эта ситуация проигрывает обе стороны. Мы тоже такую тактику с вами рассмотрим. Вот эта ситуация выигрывает обе стороны. Выигрыш, выигрыш. И компромисс, когда выигрывает каждый, но примерно наполовину. Компромисс. Вот это другая модель, которую предложил 40 с лишним лет назад Томас Киллман. Павец следователя в области социальных наук. Но вернемся пока к дилемме заключенного. А потом снова к этой модели Томаса Киллмана. Дилемма заключенного показывает следующий важный выбор. Что при повторяющемся взаимодействии стороны могут воздержаться от действий, свидетельствующих краткосрочную выгоду. Я буквально вам сформулировал теорему, которая известна под названием «Народная теорема». Ее авторы Роберт Ауман – это профессор математики из Израильского университета, который совместно с Томасом Шеллингом получили лет 10 назад Нобелевскую премию по конфликтологии. Она проходила по категории «экономика», но в действительности касалась вопросов конфликтного поведения. И «Народная теорема» – еще раз повторю ее, задумайтесь над словом. При повторяющемся взаимодействии стороны могут воздержаться от действий, свидетельствующих краткосрочную выгоду. Другими словами, я предположу, что вы держите небольшой хлебный магазин. Вы владелец хлебопекаря, к вам приходят покупатели, и за дня в день один и тот же круг покупателей. Если вам вдруг кто-то будет нашептывать совет, какой-то доброшелатель, кавычка, уменьшает размер пирожков, продавая лежалую продукцию, переходи на более дешевые сорта муки, ну и так далее, к чему это приведет? К тому, что вы потеряете свою устойчивую клиентуру. Вот если вы занимаетесь выездной торговлей, выехали куда-то в чистое поле, распродали, то вам выгодно поступить именно так, как советует этот бредный совет, извлекая при этом краткосрочную выгоду только для себя. Но если вы работаете на долгосрочном рынке, и у вас устойчивая клиентура, то вы можете поступить во вред себе. Вам лучше воздержаться от получения краткосрочной выгоды. Вот эта повторяющая дилемма заключенного с наказанием означает, что если другая сторона вас предает, то обычная реакция того, которого предали, конечно, я понимаю, что вы сейчас в условиях этой краткосрочной игры, кто-то даже до конца не успел правильно понять, как следует этой игры. Но мы, к сожалению, скопаны рамками учебного процесса. Я просто надеялся на то, что благодаря общей статистике эти правила вы поймете на примере других игроков. А кто-то понимал правила до конца, и поэтому делал ходы осознанно, в том смысле, что когда он видит, ага, я получаю 10 лет решения о свободе, мне это не нужно, попробую я тоже предать своего оппонента. И таким образом я минимизирую свой срок, потому что в этом состоит цель игры. Таким образом, когда вы вас предали, ответ на реакцию может быть тоже предательство. Но оказывается, как благодаря компьютерному моделированию и теории игр установлено, надо уметь прощать предательство. Вот видите, а здесь мы переходим уже на социальную сферу. Оказывается, наиболее жизнеспособная стратегия состоит в том, более мощный исследователь. Поехали. Спасибо.